Приветствую вас! Давайте рассмотрим ваш вопрос. Как сильно важна роль в воспитании дочери? Ей почти один год. Отца в воспитании дочери. Ей почти один год. Сколько качественного времени необходимо проводить отца с дочерью для хорошего взаимопонимания в будущем? Ну что ж, мы здесь имеем два вопроса. Давайте постараемся на эти два вопроса ответить. Хотя, на мой взгляд, они выдаются несколько излишне формализованными. То есть, чувствуется, что за этим есть некоторый контекст, может быть, некоторый подтекст, может быть, здесь тянется шлейф, так скажем, определенной проблематики. Вот. И, соответственно, этот шлейф определенной проблематики имело бы смысл рассмотреть, а не оставаться в данном случае на поверхности ситуации. То есть, условно говоря, если возник вопрос, допустим, первого типа, да, как сильно важна роль отца в воспитании дочери, то, соответственно, скорее всего имеются некоторые проблемы с взаимодействием в семье, да. То есть, отец по какой-то причине не может присутствовать, скажем так, в жизни дочери, может быть, даже на постоянной основе. Если это так, то в первую очередь нужно решать проблему и работать с причинами этого, да. То есть, условно говоря, если мы ведем речь, например, если мы ведем речь о разводе, если мы ведем речь о проблемах в отношениях, ну, между отцом, допустим, и матерью, да, то в первую очередь гармонизации подлежат именно взаимоотношения родителей, вот, а не, как бы, приведению, вот, к какому-то определенному времени, да, взаимодействия отца и дочери, вот. Тем не менее, раз вопрос поступил такой, то я отвечу на него, поэтому постараюсь ответить на него максимально лаконично и максимально четко. Отец, отцовская фигура для дочери, показывает, какой ей нужно быть женщиной. Именно какой нужно быть женщиной. А мать, материнская фигура, показывает то, как нужно, как можно быть этой самой женщиной. То есть, отец в данном случае служит ориентиром, а мать служит, эээ, как бы, средством, да? То есть, отец – это предмет моей гендерной идентификации, в данном случае, если я девочка. А мать – это субъективно-процессуальный контекст моей гендерной идентификации. Вот, соответственно, настолько важна роль отца в воспитании девочки. Насколько это важно и важно ли, я оставлю этот вопрос за вами на вашу собственную оценку. Теперь, говоря о времени, сколько времени нужно для качественного взаимодействия, как вы говорите. Ну, опять же, повторюсь, в этом вопросе чувствуется больше формализованность, потому что обычно и в самом лучшем, ну и, в общем-то, нормальном случае, это определяется исключительно неестественными факторами. То есть, желанием, возможностью и так далее. Но, исходя из опыта, я могу сказать следующее. Что количество времени не так важно, как качество. Что это значит? Это значит, что если, если общение, ну, отца, да, и ребенка происходит естественным образом. И по желанию, то есть, если отец, например, искренне в, так скажем, своем стремлении, быть с дочерью, искренне в, так скажем, своих проявлениях к ней, то время, на самом деле, не так важно. Вот именно время в этом случае не так важно. Почему? Да? Потому что эмоциональность и чувственное наполнение куда более важно, чем формализация. понимаете, да? И потому то, на что бы я предложил обратить внимание, это то, насколько искренне выстраиваются отношения между людьми. Можно провести с человеком пять минут и при этом дать ему больше ресурса, больше чувств, чем, скажем, если там люди проводят время, там, ну, вместе, скажем, два часа. Да? Или даже три часа. Вот. Но при этом не находясь, вот, что называется, в контакте друг с другом. То есть, как бы, в этом смысле, в этом смысле, на мой взгляд, все достаточно, ну, я бы сказал, в какой-то степени просто, да, в какой-то степени просто, но в то же время нет смысла отрицать, что некоторым людям довольно сложно бывает. Именно, вот, именно, что называется, оставаться в, ну, вот, в контакте с другим человеком в чувственном контакте, в эмоциональном контакте, вот, довольно сложно, сложно бывает. И несколько вот не на том, как мне кажется, да, несколько не на том, люди вот склонны концентрировать свое внимание, когда больше уделяют времени, больше уделяют внимание, вот, именно, именно тому, сколько минут я провел с ребенком. Это, повторюсь, не так важно, как эмоциональное наполнение. Если уделяют внимание, то, соответственно, время может быть, сколько, времени может быть, сколько угодно проведено, ну, как бы, толку от этого особенно не будет, потому что это будет, что называется, действие холостую. Поэтому прошу вас на это обратить самое пристальное внимание и уделять, уделять, что называется, уделять больше не времени, а качество общения. То есть, если общение происходит по желанию человека, именно по желанию, то это может быть и пять минут, и даже одну минуту может быть, хотя здесь я, конечно, немножко утрирую. Вот, и в принципе, в принципе, это уже более полезно, чем, если бы это было там, ага, три часа, три с половиной часа, да, но вот без какой-то, скажем так, чувственной составляющей, да. То есть, когда человек себя заставляет быть вместе с другим человеком, вот, и здесь речь, конечно, не только про дочь, да, не только про взаимодействие вот отца и ребенка, но и здесь речь взаимодействие, речь о взаимодействии всех людей в целом, в том числе и, в том числе и вот, ну, как бы, вашего взаимодействия с ребенком, в том числе. Это тоже очень важно в данном контексте учитывать, это тоже очень важно, очень важно в данном контексте понимать и как-то вот иметь в виду, если мы говорим о какой-то коррекции возможной, да, взаимодействия. Вот, на всякий случай хочется сказать, что если по какой-то причине у отца нет возможности проводить время с своим ребенком, да, ну вот, если так вышло, так получилось, что-то бывает, вот, в жизни бывает, в принципе, все, вот, если так вышло, то фигура, фигура отца может быть, может быть, в принципе, заменена другой мышкой фигурой, вот, например, фигурой, ну вот, допустим, там, какого-то близкого родственника или значимого, важного друга, если такой присутствует, если такой имеется, вот. То есть, именно, именно к отцу, как вот, к представителю рода или представителю родных людей здесь привязки, обязательной привязки здесь нет. Вот, надеюсь, этот аспект будет, будет понятен, вот, и учтен при формировании какой-то, вот, так скажем, надели в поведении, вот, повторюсь, повторюсь на всякий случай, что гораздо важнее качество общения, а не его количество, вот, то есть, если качество общения хромает, то оно может хромать в том числе, в том числе и из-за как раз определенного требования к количеству. Такое бывает, когда люди думают, ну вот, мне нужно проводить, вот, провести или проводить а вот столько времени с другим человеком, а я не хочу, и поэтому люди начинают себя заставлять. Вот этот момент, он, на мой взгляд, является весьма и весьма печальным, вот, потому что здесь уже нет какой-то свободы. То есть тут это тоже, вот, нужно понимать, да, что свободы, если мы говорим о качественных, вот, отношениях, вот, что свобода, свобода во взаимодействии, ну вот, как раз, между людьми и особенно, особенно между близкими людьми, свобода и непринужденность имеют принципиальное значение. Если возникает какое-то насилие, если возникает какое-то заставление, если возникает какая-то недъестественность в взаимодействии, вот, то ничего хорошего из этого не получится, и вред будет нанесен всем, в принципе, и ребенку будет нанесен вред, потому что он будет чувствовать какую-то вот фальш, какую-то надужность, да, какую-то напряженность, не будет ощущать расслабление, и, соответственно, это будет его травмиром. В лучшем случае, а в худшем случае будет вызывать негативные эмоции, вот, там, такие эмоции, как страх, как вина, вот, как, как самобичевание, ну, некоторые, некоторые элементы самобичевания могут, могут быть, могут присутствовать, вот, и, соответственно, этого лучше избегать. То есть, а основная моя мысль такая, что лучше, ммм, лучше никакого общения вообще, да, общения, да, чем общения, вот, такого типа, вот, надеюсь, это для вас, ну, понятно, да, надеюсь, что этот аспект для вас будет предельный есть. Что ж, я надеюсь, что, ответил на ваш вопрос, надеюсь, что вы для себя выводы какие-то сделаете, надеюсь, что, именно, что вот, пищу для размышления у меня вам дать получилось, вот, я надеюсь, что вы, ну, как-то вот, для себя, сами, да, увидите какую-то возможность, ну, скажем так, для, ну, развития, или для какой-то вот такой, можно сказать, уверенности, да, вот, и, соответственно, сможете понять, что вам делать дальше, сможете увидеть, то, как вам поступать дальше, вот, и это только, вот, позитивно скажется на взаимодействие между вами и, собственно, членами вашей семьи. Буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, и желаю вам всего самого доброго и удачи.